Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом exegit.ru, мы сейчас начнем говорить о Евангелии от Марка. И мне хотелось бы сделать несколько предварительных замечаний о Евангелии от Марка вообще. Это весьма своеобразный, очень важный текст в составе Нового Завета. По мнению большинства современных исследователей, Евангелие от Марка было наиболее ранним из четырех Евангелий и из новозаветных текстов вообще. Это мнение стало настолько общепринятым, что любые другие датировки уже в общем принято считать экзотическими. При этом, конечно же, большинство библеистов согласны с тем, что текст Евангелия от Марка претерпевал определенную эволюцию. Он не сразу появился в окончательном виде, но все-таки самые ранние его фрагменты, те части, которые составляют это Евангелие, вероятнее всего, действительно были записаны раньше, чем другие. При этом надо сказать, что мало-мальски точную датировку, конечно же, предложить невозможно. Ну, скажем так, точка зрения тех, кто полагает, что Евангелие от Марка было написано значительно раньше 60-го года, датируя его 48-м или 51-м или 52-м, по-видимому, все-таки это абсолютное меньшинство, и это тоже весьма экстравагантная позиция. Предполагать, как другие это делают, что Евангелие от Марка было написано значительно позже 70-го или тем более 80-го года первого столетия, это тоже, в общем, взгляд, скажем, слишком эмоциональный и мало связанный с реальностями первого века. Более вероятными будут даты конца 50-х и, пожалуй, с самого начала 60-х годов. Здесь нужно еще обратить внимание вот на какую вещь. По свидетельству древних христианских авторов, в первую очередь святителя Папии Иерапольского и некоторых других, Евангелие от Марка было написано в Риме. Да, и, собственно, там в Риме Марк был переводчиком апостола Петра, потому что, конечно, апостол Петр владел греческим языком, но, скорее всего, не настолько хорошо, чтобы ему легко было говорить на этом языке. И вот поэтому, собственно, в грекоязычных общинах апостол Петр и, видимо, некоторые другие апостолы, для которых греческий язык был достаточной трудностью, пользовались помощью переводчиков. И вот Марк был таким переводчиком апостола Петра. По свидетельству древних авторов, когда Петра арестовали и посадили в тюрьму, и в течение некоторого времени он находился там в тюрьме в ожидании суда, римские христиане приступили к евангелисту Марку с просьбой записать те проповеди апостола Петра, те свидетельства и рассказы апостола Петра, которые Марк, соответственно, переводил и, по-видимому, переводил много раз, далеко не один раз каждый какой-нибудь фрагмент. Это довольно существенно, хотя бы уже потому, что позволяет нам думать, что Марк достаточно хорошо, может быть, даже слово в слово запомнил то, что говорил апостол Петр. Так вот, коль скоро, согласно древней традиции, Евангелие от Марка восходит к свидетельству апостола Петра, более современные ученые, которые к древним традициям относятся скептически, тем не менее говорят, что за Евангелием от Марка стоит некоторое свидетельство очевидца и достаточно раннее, так или иначе разумно предполагать, что хотя бы предварительный вариант текста Евангелия от Марка появился в то время, когда апостол Петр был жив, а он погиб около 63-65 года, более вероятная цифра 65-й год. Следовательно, мы можем заключить, что за некоторое время до этого была записана предварительная форма Евангелия от Марка. Весьма вероятно, что в дальнейшем она подвергалась и редакторской правке, возможно, и рукой самого евангелиста, но все же более или менее ориентировочно мы можем на такую датировку опереться. Теперь еще один достаточно существенный момент, вот какой. Евангелист Марк по свидетельству нескольких древних авторов от Папе до Евсевия, да, как они выражаются, описывает события точно, но не по порядку. Петр, говорят эти древнехристианские писатели, рассказывал время не в хронологическом порядке, а так, как ему было удобно с точки зрения проповеди. И поэтому Марк старался более или менее придерживаться той логики, которая была в рассказе Петра. И вот появляется по этому выражение, что он записал все точно, но не по порядку. Это, строго говоря, некоторая условность, потому что, конечно же, это вовсе не означает, что у Марка сначала воскресение, потом крещение, а потом распятие. Нет, конечно же. Гораздо более вероятно предполагать, что евангелист Марк не ставит перед собой специально хронологической задачи, не ставит перед собой задачу рассказать о евангельских событиях в хронологической последовательности. Ну и, собственно, и все. Если какие-то хронологические неточности в его повествовании наблюдаются, то они достаточно невелики. При этом надо заметить, что евангелие от Марка обладает некоторой внутренней логикой, и в нем прослеживается, ну, по крайней мере, это возможно во многих случаях, некоторая последовательность повествования, почему евангелист выбирает те или иные события в качестве предмета своего рассказа. Да, еще надо заметить, что, может быть, это особенность мышления Марка, может быть, особенность того, как была устроена апостольская проповедь, которую он использовал в качестве источника. И так или иначе, он предлагает читателю события в виде некоторых достаточно кратких картин, таких своего рода клипов, которые практически не связаны друг с другом, оказываются. В других евангелиях мы нередко можем обнаружить выражение, когда, скажем, после этого Иисус пошел туда-то и встретился с такими-то людьми и с ними стал разговаривать о чем-то. У Марка все вот эти склеивающие между собой фрагменты фразы заменены часто одним словом «точес», буквально одним этим словом. Оно встречается в Евангелии от Марка очень много раз. Вовсе это не означает, что события следуют одно за другим без перерыва, тем не менее это, конечно, характеризует стиль, характер, способ мышления того человека, который это записывает. У него все происходит тотчас. Или, может быть, на русский язык можно было бы перевести это и сразу же. И сразу же. Для евангелиста Марка Господь в первую очередь тот, кто побеждает человеческое зло и в первую очередь учитель жизни в Царстве Небесном. Это тоже важные очень особенности повествования. И, наконец, может быть, последнее, что стоило заметить. Строго говоря, конечно же, рассказ о страстных событиях, то, как евангелист Марк рассказывает о событиях, начиная с входа Господня в Иерусалим, более или менее согласуется с тем, как об этом же рассказывают евангелисты Матфей и Лука. Весьма вероятно, что к тому моменту, когда евангелисты-синоптики начинают работать, и Марк, по-видимому, может быть одним из первых, рассказ о страстях, о событиях, связанных с последней неделей, Тайной вечери, арестом, смертью и воскресением Господа Иисуса Христа, уже мог существовать в письменной форме. И, вероятно, этим объясняется то, что так похожи эти рассказы у всех евангелистов. Они, возможно, воспользовались тем письменным документом, который в собственном виде до нас не дошел, но к моменту, когда евангелисты составляли свое повествование, уже существовал и был широко известен в церкви. И вот иногда поэтому Евангелие от Марка называют рассказом о страстях с пространным введением. Это действительно так. Если посмотреть более или менее обобщенно на композицию Евангелия, мы увидим, что, собственно, центральное место в нем занимает рассказ о страстных событиях, и некоторое введение, которое позволяет читателю увидеть, а кто, собственно, такой был этот Иисус, который умер на кресте и воскрес. Ну и, наконец, последнее замечание, которое тоже необходимо сделать. Дело в том, что в рукописях Евангелия от Марка в зависимости от возраста концовка текста выглядит, вообще говоря, по-разному. По некоторым совершенно для нас загадочным причинам, о которых мы можем только пытаться что-то угадать или спекулировать на эту тему, большая часть более древних рукописей обрываются на 9 стихе последней 16 главы. Собственно, эта древняя версия свидетельствует о том, что воскресший Христос явился женщинам, и дальше рассказ обрывается. Почему это так? Существует множество разных гипотез. Одни полагают, что для Марка было достаточно зафиксировать сам факт воскресения, и он не ставил перед собой задачу описывать, как это происходило. Другие думают, что евангелист мог пострадать при каких-то гонениях со стороны властей и не закончить этот труд. Хотя мы знаем, что после того, как время это Евангелие было написано, Евангелист Марк еще некоторое довольно продолжительное время служил Господу в Александрии. и поэтому версия с тем, что он мог погибнуть и поэтому не дописать свое Евангелие, ну, вообще говоря, тоже не выглядит до конца убедительной. Поэтому лучше, конечно, не гадать, но обратить внимание на этот факт. Стихи, которые расположены после, начиная с 10 стиха 16 главы, были добавлены к традиционному, стандартному тексту Евангелия от Марка через несколько столетий, уже в византийскую эпоху, и, собственно, представляют собой некоторый краткий конспект тех рассказов о воскресении Господа Иисуса, которые у Матфея и Луки есть. И вот византийские авторы сочли нужным и Евангелие от Марка дополнить вот таким образом. Ясное дело, что они считали это возможным и допустимым. Для современной культуры, строго говоря, это, наоборот, не представляется допустимым, но, вероятно, судить об этом нужно по меркам того времени. Так или иначе, все же надежный текст Евангелия от Марка действительно вот заканчивается кратким сообщением о воскресении Христа в самом начале 16 главы.